Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я подключусь к Николаю Андреевичу, и мы начнем наш эфир. Ну вот так вот у нас запись сегодня будет. Жду подключения. Здравствуйте! Здравствуйте всем! Так, сейчас подключу Николая Андреевича. Вот так вот у нас запись сегодня будет. Теперь вот стать гостем. Сейчас Николай Андреевич станет гостем. Здравствуйте всем. Так, сейчас иду к себе за свой стол. Друзья, всех приветствую. Бегу к своему столу и начнем прямой эфир. Николай Андреевич, как вы меня слышите? Отлично! Отлично! Слышите, друзья? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышно хорошо. Сейчас я устроюсь, и мы начнем наш эфир. Друзья, слышно? Всем хорошо нас? Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы мы могли понимать. Так, сейчас я проверю. Отлично, слышно. Спасибо огромное. Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный эфир с врачом компании Вивасан, Высаковым Николаем Андреевичем. Для тех, кто не знаком, хочу сказать, хочу представить. Врач-интернист высшей квалификационной категории. Длительное время работал врачом Московской станции неотложной медицинской помощи. Далее долгое время проработал в органах здравоохранения ФСБ России. И вот уже более 20 лет является врачом компании Вивасан. Посвятил себя натуропатии, приобрел огромный опыт применения нутрицептиков, парафармацептиков, эфирных масел, косметических средств на растительной основе, выпускаемых для компании Вивасан. Ну и, конечно же, автор справочников и пособий по применению продукции компании при лечении заболеваний. Здравствуйте, дорогой Николай Андреевич! Очень рада поговорить, буду сегодня с вами, очень рада провести эфир совместный. Тем более, что это дает возможность увидеть и услышать вас многим дистрибьюторам, которые с радостью слушали вас на семинарах, посещали лекции, которые вы систематически проводили. Вот теперь в сложившейся ситуации эфир — это отличная альтернатива, чтобы вас увидеть и услышать. Говорить мы сегодня будем, друзья, о новом, не так давно поступившем в продажу препарате артишок холин расторопша. И учитывая то, что долгое время продажи был только артишок горький, в жидкой форме, вот такой, для тех, кто не знает, показываю, сейчас я бы хотела, чтобы вы просветили нас, в чем же принципиальная разница между этими двумя продуктами, каковы свойства нового продукта, ведь оба они предназначены для поддержания функции печени. Но давайте обо всем по порядку. Итак, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о свойствах продукта. Добрый день еще раз. Добрый день. Нарезать, что поступил довольно уникальный продукт, который мы ждали очень давно, в котором объединены свойства некоторых и других продуктов нашей компании. И в состав его входят так называемое вещество холин, экстракт артишока и расторопший пятнистый. Мы прекрасно знаем, что у нас есть артишок жидкий, мы знаем, что у нас есть расторопший в капсулах с витаминами. Но вот появился новый продукт, который несколько отличается и по составу, и по свойствам от двух предыдущих. Но это не отменяет те положительные моменты, которые связаны с нашими старыми продуктами. Надо сказать, что в состав капсулы холина артишока и расторопша входит вещество. Холин, который обладает рядом очень важных свойств. И здесь следует отметить, что важный продукт, который участвует в образовании синтеза от силхолина, всем известного медиатора, то есть передатчика импульса с клетки на клетку. И довольно большое количество этих медиаторов находится в синапсах и в центральной нервной системе. Но почему он включен в состав именно гепатопротекторного препарата? Да дело в том, что он входит в состав фосфолипидов. А все известны очень важные свойства фосфолипидов. Лецитина и других сфингамилинов, которые являются основой клетчатых мембран, образований нервных клеток, нервных волокон, в частности клеток печени. Надо сказать, что холин – один из веществ, который в своем составе содержит метильные группы. Метильные группы, они нужны для синтеза очень важной аминокислоты метионина, которая образуется в клетках печени. И в дальнейшем он участвует в метаболизме аденозина, то есть энергетического вещества в клетках. Еще очень важный момент у холина, что холин, оказывается, способен регулировать уровень инсулина в организме человека, что очень важно для больных с сахарным диабетом. Ну и всем известно, что холин, обладая липотропным свойством, то есть способностью или определенными свойствами жиров, способствует распаду жиров в клетках организма человека, особенно если они накапливаются в избыточном количестве. Поэтому транспортировка жиров, избыточных жиров из клетки является очень важным фактором, в частности, в лечении ожирения печени, так называемого жирового гепатоза, болит, страдающих в частности алкоголизмом или другими заболеваниями. Ну и надо сказать, что он не только выводит, но и препятствует отложению этих жиров в клетках печени, что очень важно для нормального функционирования нашей печени. Вы знаете, что печень играет очень большую роль в организме человека, в частности, функции детоксикации. Если, безусловно, клетки печени забиты жиром, то, безусловно, они утрачивают эту функцию и, соответственно, могут возникать явления, входящие до печеночной недостаточности. Надо сказать, что холина достаточное количество в нашем продукте – это 200 миллиграммов, бетартрата в частности. А потребность в холине довольно значительная. Надо сказать, что у мужчин она доходит почти до 550 миллиграммов, у женщин до 550, особенно у кормящих мам. И, безусловно, этот компонент должен обязательно входить в состав продуктов питания. Но учитывая, что он не всегда у нас питание сбалансированное, поэтому не всегда мы можем получать достаточное количество этого вещества, поэтому холин нужно принимать дополнительно в виде биологический активный добавок к пище, что, безусловно, играет очень большую роль в функционировании всего организма, в частности, и печени в данном случае. Надо сказать, что он входит, безусловно, в ряд важных продуктов, которые мы с вами употребляем. Это яичный желток и говяжья печень, и проросшие зерна, и куриные яйца, и куриные печени, и чечевица. Но все-таки мы так часто не употребляем эти продукты, к сожалению. И вот исследование американских ученых показало, что 80% людей недополучают этот важный компонент пищи, поэтому его рекомендуется водить дополнительно вместе с питанием. Понятно. Николай Андреевич, ну вот это все, да, вот о свойствах? Сейчас я бы хотела бы, знаете, чтобы люди услышали от вас, в чем принципиальная разница между двумя продуктами, то есть артишоком в жидкой форме и артишок холина расторопша, хотя оно как бы уже разница в том, что здесь дополнительные... Да, безусловно. Разница есть, разница существенная. Во-первых, состав артишока в основном входит, до 90% входит экстракт артишока жидкого и в состав которого входит биофлавоноид цинарин, так называемый. А вот в состав капсул входит помимо холина еще и сухие экстракты артишока и расторопша пятнистой. Хотя количество их не такое большое, это 50 миллиграмм каждого, но здесь важно отметить то, что это сухие экстракты. Сухие экстракты сейчас получаются методом использования оксида углерода, а это способствует экстракции из растений не только основных флавоноидов, в частности, цинорина или силимарина, расторопша, но и других биофлавоноидов, которые играют очень большую роль именно в свойстве самих этих растений. Поэтому, если в первом входит только один артишок, здесь входит два экстракта, здесь надо сказать, что важно, что при небольшой дозе этих двух компонентов возникает эффект сложения эффектов или эффект синергии. То есть, имеет два продукта с гептопротекторным действием. Мы как бы имеем несколько точек приложения, потому что химические соединения разные совершенно. И плюс это дополняется еще гепатотропным действием самого холина. Вот три компонента при небольшом количестве дают значительный эффект по сравнению с экстрактом артишока. Но здесь надо сказать, что хоть этот препарат и на первый взгляд кажется предпочтительным, но у него есть свои особенности, потому что это капсулированный препарат. Не всем можно давать капсулы, а есть категории больных, которые не могут во-первых глотать капсулы. Есть большая категория наших пациентов, это дети до 14 лет, которым рекомендуют создавать все-таки жидкие формы, потому что их легко дозировать, учитывая, что их можно применять и чайными ложками, и десертными, и столовыми ложками, и даже по две, и по три столовые ложки на прием. Поэтому здесь разница в эффекте. Во-первых, существует разница в приеме. В-третьих, очень важно, что это капсулированный продукт, и его легко взять с собой и принять в любое время. Вот я хотела спросить как раз об этом. Когда вам нужно. Жидкие все-таки продукты стоит хранить в холодильнике, чтобы он не испортился. Это тоже очень важно. Ну и надо сказать, что свойства гептопротекторные, в частности желчегонные, конечно, у капсулированных препаратов хаина артишок расторопшек более выражены, чем у артишока. Они более резкие. Зато артишок обладает более мягкими свойствами. Поэтому с удовольствием мы его назначаем детишкам, которым требуется именно такое воздействие на организм человека. Николай Андреевич, скажите, пожалуйста, а вот при синдроме путешественника с этим многие сейчас люди сталкиваются, потому что до пандемии, конечно, много поездок разных, и вот буквально человек садится в самолет, и все, у него уже идет нарушение желудочно-кишечного тракта работы, и запоры, и все, что с этим связано. Мы можем предложить в качестве такого помощника вот этот препарат, когда человек меняет воду, воздух, вообще переживает? безусловно, когда у людей, совершавших вот такие длительные особенно перелеты в другие климатические зоны, возникает синдром дезадаптации, так называемый. То есть человек приспосабливается к новым условиям средообитания, к новой воде, к новой пище, к новому воздуху, безусловно, у большинства людей возникает дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. И здесь, конечно, данный препарат будет оказывать большую помощь в плане адаптации желудочно-кишечного тракта вот особенно к новым продуктам питания, к новой воде, чтобы не возникали всевозможные диспептические явления. Ну и, безусловно, они будут улучшать функцию не только печени, но и поджелудочной железы, а та, в общем-то, вы знаете, вырабатывает ферменты, которые улучшают переваривание, переваривание пищи и формирование стула людей, что, безусловно, играет очень важную роль, особенно для людей старшего возраста и маленьких детей. Да, отлично. Вот, кстати, забегая вперед, здесь задают вопрос, как часто и долго по времени можно принимать артишок, но мы, наверное, чуть позже ответим на этот вопрос. Да, безусловно. Хорошо. Николай Андреевич, расскажите, пожалуйста, о свойствах отдельных компонентов. Ну, надо сказать, что в состав артишока входит биофлавоноид цинарин. Всем вам известное вещество, которое обладает важным свойством. Основное ведущее свойство этого компонента это холеретическое действие, то есть желчегонное действие. Поэтому мы и артишок применяем для чего? Для того, чтобы очищать пищу, нашу пищеварительную железу от избытка шлаков, который образуется в ней. Помимо всего прочего, помимо холеретического действия, артишок или биофлавоноид цинарин обладает способностью стимулировать размножение клеток печени. Это очень важно для сохранения функций печени, потому что при избыточном употреблении особенно лекарственных препаратов или попадании в организме ядов клетки печени гибнут и для того, чтобы восполнить пробел гибели клеток, безусловно флавоноиды играют очень большую роль в плане усиления процесса метоза, то есть размножения клеток печени. Очень важный момент сохранения. Надо сказать, что безусловно биофлавоноиды обладают способностью детоксикации клеток печени и введению из клеток печени в кровь, а потом и с мочой с почками введение токсинов. Очень важный момент. Ну и не забывайте, что все биофлавоноиды обладают еще к тому же иммуномодулирующим действием, что очень важно. Ведь печень это орган, где выделяются вещества, обладающие геммунологической защитной иммуноглобулина, так называемой. Поэтому биофлавоноиды, активируя клетки печени, заставляют ее работать в тяжелых условиях, позволяя выполнять основные ее функции. Это обезвреживающие, особенно синтетические функции. ряда важных веществ в организме человека. Ну и безусловно, они опосредственно влияют на поджелудочную железу, позволяя ей работать более активно, вырабатывать ферментные системы и тем самым улучшать состояние желудочной кишечного кишечного тракта сейчас с пищеварением. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Николай Андреевич, вот все-таки хочется узнать, какая доза считается профилактической, а какая лечебной дозой? То, что касается холина, то здесь профилактическая доза является одна капсула в день. Учитывая и судшую потребность, то есть это вполне достаточно человеку, не страдающим заболеванием, а вот людям, страдающим фоновыми заболеваниями, в частности, гепатитами, гепатозами, панкреатитами, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности, гастритами, теритами, колитами, дисбактериозом желудочно-кишечного тракта, безусловно, дозу надо увеличивать. И в зависимости от веса, она может быть увеличена до двух или даже до трех капсул в день. Очень важно, что данный продукт следует сочетать с пробиотиками, в частности, у нас есть очень хорошо пробиотик форамакс, который оптимизирует вместе с холином функцию желудочно-кишечного тракта. Продолжительность приема у данного продукта может быть до месяца. У больных с фоновыми заболеваниями она может продлеваться более месяца под контролем биохимического анализа крови, в частности, на ферменты печени. А с какими препаратами можно сочетать вот этот новый продукт артишок холин? Артишок холин сочетается со всеми продуктами. Скажу почему, потому что в состав его не входят витаминные комплексы, в общем-то нас иногда ограничивает в приеме, чтобы не было гипервитаминоза. Вот, и нет продуктов, которые бы противодействуют действию флавоноидов и холина. Понятно. Скажите, пожалуйста, что может являться противопоказанием к приему данного препарата? Ну, прием данного препарата, во-первых, следует отнести индивидуальную непереносимость, которая может быть. Это беременность, и при беременности данный препарат может принять только после консультации с врачом. Это лактация, особенно лактация, потому что некоторые компоненты продуктов, особенно флавоноиды, могут попадать в молоко и вызывать органолитические изменения в молоке. Ну, и важно знать, что данный продукт не рекомендуется назначать людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой стадии. А какие это? Ну, озвучите, пожалуйста. Острый гастрит, острый энтерит, острый калит, острый гепатит. То есть, все, что касается острой стадии любого заболевания желудочно-кишечного тракта, данный препарат не показывает. Понятно. Ну, и не рекомендуется назначать данный продукт, не рекомендуется назначать данный продукт в течение одного-двух месяцев после операции на жестком пузыре и на жестком протоке. Понятно. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно начать применять вот этот продукт и о детских дозах расскажите, пожалуйста. Оптимально, оптимально. Данный продукт назначается с 14 лет. Оптимально. Но при наличии заболеваний у детей, а сейчас дети страдают многим заболеваниям, в частности печени, вот этот продукт может давать и детям и более младшего возраста, начиная там с 6-7 лет. Единственное, что здесь надо знать, что не все дети глотают капсулы, поэтому в данном случае приходится капсулу раскрывать и давать ее уже в виде водного раствора во время приема пищи. Детям обычно назначается там по пол капсулы. Все зависит от веса. Безусловно, взрослым можно давать, конечно, и большие дозы этого препарата. Хорошо. Скажите, пожалуйста, если мы говорим об очистке организма, то начинать лучше с артишока в жидкой форме? Вы знаете, здесь можно по-разному относиться и к тому, и к другому продукту. Артишок выгоден тем, что он уже в жидком виде. Это первое. И если вы увеличите потребление жидкости до двух, а то и более литров в день, то тогда, конечно, вы усиливаете эффект очищения организма человека. Капсулированный препарат это несколько технологически другой продукт, который требует сам по себе большего количества жидкости. И если вы пьете артишок с жидкостью, то, безусловно, и капсулу вы должны употреблять с не меньшим количеством жидкости. А так как эффективность капсул несколько выше, чем жидкого артишока, то, безусловно, употребление жидкости будет оптимизировать очищающие действия холина артишока расторопши. Я бы еще хотела спросить про расторопши, потому что задавали мне такой вопрос, что во всех рекомендациях по очистке организма написано, что нужно пить артишок или расторопшу, и что они разные по своему действию, а теперь получается лучше совместно кому можно только расторопшу? Вот такой вопрос мне задали. Расторопшу можно всем больным с заболеванием печени желчеводящих путей, и расторопши рекомендуется больным, страдающим заболеванием поджелудочной железы, в частности хронической панкратии, потому что расторопши более активно воздействуют на поджелудочную железу и оптимизируют ее работу, за счет этого улучшают пищеварение. Артишок в меньшей степени действует на поджелудочную железу, чем расторопши. Поэтому, безусловно, людей с хроническими гептохолециститами или с заболеваниями гептохолециститами со сопутствующим реактивным панкратитом лучше все-таки назначать расторопшу, чем артишок чистый. Вот сейчас еще написали, что здесь, правда, на украинском, наверное, от артишока холина были высыпания. такого не было от артишока в жидкой форме, а вот я так поняла, что от артишока холина и расторопшая были высыпания на коже. С чем это может быть связано? Это индивидуальная неприносимость. Это не аллергия. надо прекратить просто прием этого препарата. Да, в данном случае не рекомендуется принимать, раз возникает такие явления, потому что препарат на самом деле довольно мощный по своему действию, или уменьшать дозу его принимать по пол капсулы в день. Пол капсулы? Пол капсулы в день. Хорошо. Вот еще у меня был вопрос, что лучше давать подростку 11 лет при дискинезии желчного вводящих путей и ферментивной недостаточности? Ну, если есть ферментивная недостаточность, конечно, лучше отдать предпочтение ультразащите печени, безусловно. Вот. Но я рекомендую все-таки начинать с жидкого артишока. Почему? Потому что легко подбирается индивидуальная доза у артишока. Он в меньшей степени действует поджелудшую железу, но все-таки учитывая, что слайк впервые принимает данные гепатопротета, поэтому, чтобы предвосхитить возможные, так сказать, побочные эффекты, могут возникать независимо от нас, независимо от качества продукта, такое вполне возможно, то вот именно жидкая форма позволяет легче титровать индивидуальную дозу больному и тем самым довести до оптимума. Капсулу титровать тяжело, честно скажу. Вот еще спрашивают, если на УЗИ был гепатоз печени, я месяц пропила артишок холин, хватает одного месяца или сколько его пить, продолжать ли? Значит, курс месячный, вот, все зависит от чего? От эффективности воздействия, вот, для этого после, в идеальном варианте после курса месячного нужно сдать анализы на холестерин и ферменты печеночные, посмотреть реакцию организма на данный продукт, вот, если она оптимальна, то сделать перерыв, если она недостаточна, то можно продлить прием еще на месяц, вот, ну, а в идеальном варианте данный продукт можно принимать ежеквартально. Следующий вопрос, который сейчас задают, при ожирении лучше применять артишок или, вот, то есть, артишок жидкий или артишок в капсулах? Им какая продолжительность? Безусловно, артишок в капсулах и принимать рекомендуется через месяц. Следующий вопрос. Здравствуйте, как долго и сколько миллилитров пить жидкий артишок, чтобы конкретно почистить печень и вывести все токсины из организма? Ну, все зависит, во-первых, от веса. Одному достаточно. В принципе, дозы, которые рекомендуются нами, это доза рассчитана на вес человека 70 килограмм в среднем. 70, там, 75. Поэтому, если вес больше, то, безусловно, вы должны дозу увеличивать. Мы рекомендуем поставить ложки три раза в день с доставшим количеством жидкости, а больным, там, с весом за 90 килограмм, там, рекомендуется не меньше шести ложек в день, а то, может быть, и девяти ложек в день. Поэтому, чем больше вес, тем больше доза. Скажите, вот, когда мы говорим о таком количестве ложек в день, девять ложек в день, артишок же мы должны применять после еды или, или, что получается, девять раз в день, ну, как бы, дробное питание? Нет, три ложки за раз, три ложки за раз, после еды. Три ложки за раз, понятно. Так, следующий вопрос, при синдроме раздраженного кишечника, что из этих продуктов подойдет? Опять же, при синдроме раздраженного кишечника все-таки рекомендуется назначать более мягкое средство, жилья артишок, вместе с пробиотиком флорамакс. И сюда же нужно назначать омега-3 жирные кислоты, безусловно, или омега-3 форта, или витал плюс, и иногда приходится назначать и негинол, если есть воспалительный процесс слизистой оболочки желудочеки кишечного тракта. Так что здесь более комплексное лечение, безусловно. Отлично. Спрашивают еще, можно ли артишок жидкий при токсикозе и беременности? Конечно. Он поможет при токсикозе? Да, он помогает, он выводит токсины из организма человека, облегчая женщине в течение беременности. Да, в течение беременности, безусловно. Дальше пишет, сделала опять УЗИ и врач не нашла следов гепатоза. Это интересно, после чего пишет Гарипова Зульфия? Сообщите, пожалуйста. Дело в том, что с гепатозом борется и артишок, и расторопша. А вот новый продукт с холином просто оптимизирует действие политическое, поэтому более эффективно в плане борьбы с гепатозом жировым. Так, значит, еще раз опять задают вопрос про прием артишока жидкого при токсикозе у беременных. Да, отвечаем, что да, можно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, артишок жидкий, вес 53 килограмма сколько месяцев пить? Не пьется он один месяц и потом делается обязательно перерыв. Почему это нужно? Дело в том, что если вы будете длительно принимать флавоноиды, то клетки печени перестают воспринимать эти биофлавоноиды, то есть они перестают активироваться. Им надо дать возможность отдохнуть от стимуляции. Вот. А для этого нужно время от двух до четырех недель. Поэтому в оптимии, чтобы восстановить чувствительность клеток биофлавоноидов, нужно делать перерыв. От двух до четырех недель. Отлично. И еще раз скажите, пожалуйста, если я для профилактики все-таки хочу сделать такой сюрприз, ну как сюрприз, в общем-то хорошее для своей печени, то два раза в год? Да, оптимально рекомендуется принимать такие продукты осенью и весной. Осенью и весной. Но, учитывая, что у нас все-таки два продукта, а то и три, расторопшие отдельно, вот как мне быть? Например, если два раза в год, то один год у меня полгода артишок, и следующие полгода, скажем, холин? Все зависит от вашего предпочтения, это первое. Во-вторых, от ваших возможностей, это второе. И в-третьих, от эффективности воздействия продукта, это третье. Можно и сочетать их. Вот много примеров таких, когда, допустим, люди за завтраком и за ужином употребляют артишок, а в обед принимают или ультразащитную печень, а теперь вот можно принимать холин, артишок, расторопшие. Такой вариант возможен. Понятно. Да. Кстати, очень интересное дополнение такое. Друзья, возьмите на вооружение. Задают вам вопрос еще, Николай Андреевич, при приеме нескольких бат сколько можно пить месяцев и нужно ли делать перерывы и сколько по времени? Я не очень сама поняла вот вопрос. Имеется в виду, наверное, если пьют несколько бат вместе, да, и такой перерыв нужно сделать, чтобы перейти, возможно, на следующую программу приема бана. Понятно. Значит, рекомендуется в программе употреблять не более пяти биологических добавок к пище с учетом и с витаминного состава, чтобы не было передозировки, то есть гипервитаминоза. обычно БАДы пьют месячными курсами. Мы уже говорили о субстратной адаптации клеток, поэтому рекомендуется пить программу от одного до двух месяцев, потом делать перерыв. Месяц, а потом может быть и два, и после этого переходить на другие продукты. То есть месяц или два организм должен вообще отдохнуть от БАДов. Не должно быть такого, чтобы поочередно сменяем одну программу потом на другую. Конечно, нет. Продукты эти кумулируют отчасти, а во-вторых, надо же дать возможность клеткам восстановиться после стимуляции. Отдохнуть. Я навсегда запомнила, когда вы мне сказали лучше-меньше, но постоянно чем делаешь перерыв. И вот я для себя поняла, что если пьешь какую-нибудь программу, то и там, к примеру, три капсулы в день нужно принимать, то нужно выпить хотя бы одну капсулу, не забыть, да? То есть нельзя допускать, чтобы вот сегодня пью, завтра не пью. Нет. Вы знаете, что в БАДах это допускается, допускается. Почему? Потому что это все-таки не лекарственные препараты. А накопительные как же тогда? И здесь нет синдрома отмены у БАД. Поэтому если вы день пропустили или там пропустили прием какой-то один, то это никак не скажется на вашем состоянии. Видите, а я хуже не будет, не, да, хуже не будет, понятно, не скажется на состоянии, тоже понятно, но я всегда считала почему-то после разговора с вами в самом-самом еще начале нашего знакомства, что вот БАДы это не лекарственный препарат и вот эту цепочку воздействия на организм желательно не прерывать, если вы принимаете какой-то курс. Я вот так же себя не понимаю. Нет, 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 у флавоноидов особенно есть так называемый кумулятивный эффект, вот, накопительный эффект, поэтому, если они употребляются там в течение 1-2 недели, то уже, скажем так, заложено, эти вещества будут находиться в крови еще в течение там 2-3 дней после прекращения применения, но эффект при этом может, эффект достигнутый клинический, может сохраняться месяца и более. Ну, вы меня порадовали, как всегда. Николай Андреевич, спрашивают, гепатит С, какая рекомендация, артишок или расторопша? Точно расторопша. А дозировка и длительность? Да, можно давать расторопшу и по 2 капсул 3 раза в день, а длительность там до 2 месяцев. Хорошо, спрашивают, как долго можно принимать флорамакс и есть гастродуаденит? Флорамакс применяется двухнедельными курсами с двухнедельным перерывом. Таким путем можно принимать достаточно длительное время, пока вы не скомпенсируете флору кишечного тракта. Так, ну вот еще спрашивают сейчас минуточку, артишок и расторопшу используют как основу, остальные препараты настаивают, ну, здесь уже не вопрос, а делятся опытом. Ну что, друзья, по-моему, мы ответили, вернее, Николай Андреевич ответил на все ваши вопросы, а я все успела зачитать. Николай Андреевич, вам очень рады, у нас вот уже 93 человека смотрят онлайн, а потом еще очень многие посмотрят, поблагодарят и, конечно, зададут вопросы, а я в своих постах отвечу на них от вашего лица. Так, пока я говорила завершение, задали еще вопрос, как долго можно пить релакс или есть привыкание? Релакс комплекс, новый продукт имеется в виду, да, я так думаю? Нет, я думаю, что релакс имеется в виду. Релакс и на паник или релакс комплекс? Релакс, про паник не пишут, пишут именно про релакс. Релакс комплекс, да, новый продукт со зверовым продырявленным. Вообще к зверовым продырявленному возникает привыкание, и есть об этом надо знать, поэтому обычно он применяется от одного до полутора месяцев, после этого надо делать обязательно перерывы. И стараться уходить не сразу бросать, а постепенно уходить от этого препарата, чтобы не было синдрома отмена, то есть не возникал дискомфорта. Понятно. А новый препарат клетка, вот сейчас, друзья, вы забегаете немножко вперед, но задам вопрос, раз уж вы сейчас смотрите национлайн. Новый препарат клетка, ее лучше принимать после очистки артишоком? Нет, роли не играет, когда его принимать. Эффективность там будет одинаковая. А артишок лучше пить до еды или после еды? Если у вас снижен аппетит и понижен кислот, то желудочный сок лучше принимать до еды. Если у вас аппетит нормальный и желудочный, сок желудочный в нормальном количестве, то лучше принимать после еды. Сколько капсул флорамакса можно пить? Вы знаете, у нас в одной капсуле 5 миллиардов, поэтому 2 капсулы в день 10 миллиардов, вполне достаточная доза. Гипертоникам как принимать релакс? Надо сказать, что релакс рекомендуется принимать гипертоникам в начальной форме гипертонической болезни, при первой, второй стадии. При третьей стадии гипертонической болезни релакс вообще не рекомендуется, потому что он у них может провоцировать повышение артериального давления. Омега-3 как часто можно пить? Всю жизнь. В нашем питании омега-3 не хватает хронически. И у нас не выдерживается соотношение омега-3 к омега-6 1 к 5, 1 к 6. Оптимальное соотношение. У нас всегда омега-6 будет значительно больше. Поэтому у нас практически у всех не хватает омега-3, поэтому можно смело пить каждый день. Бодрость на весь день пить постоянно задают вопросы? Здесь существует два алгоритма применения в зависимости от времени года. Но летом витамины и так достаточное количество, если вы едите овощи и фрукты, зелень. Можно не употреблять витамины. Хотя американцы считают, что витамины надо принимать круглый год. Начиная с октября месяца рекомендуется регулярно употреблять витамины. Если говорить о бодрости на весь день, то пьется месяц через месяц по одной таблетке в день во время еды. Но есть и другой алгоритм применения. Вы пьете месяц по целой таблеточке, а следующий месяц по пол таблеточки. Потом опять по целой и так до мая месяца. При повышенной кислотности что лучше пить? Обязательно омега-3. Если гастрит с повышенной кислотностью на фоне хеликобактера, то рекомендуется зачатие экстракоса грейпфрута, хорошо может провоцировать, можно употреблять и мунфит, и флорамакс. Конский каштан сколько можно пить? Конский каштан пьется месячным курсом по одной капсуле в день. Учитывая, что там большая доза витамина В12, нужно обязательно сделать перерыв, равное 2-4 неделе. При беременности бодрость можно пить по 2 капсулы? Нет. Не рекомендуется. Во-первых, бодрость на весь день у беременных может вызывать раздражение слизистой желудка, что нежелательно. А во-вторых, такая большая доза витаминов не нужна. Какие препараты порекомендуете беременным? В идеальном варианте в первый план беременности употребляются омега-3 жирные кислоты, черника-витал, при токсикозе артишок или яблочный уксус. А во второй плане беременности, ну, в зависимости от симптомов, вот, при нефропатии там рекомендуется цистемин принимать чаще всего. Ну, и во второй плане беременности у 50% беременных возникает дефицит железа. Поэтому рекомендуется употреблять чернику-витал. Там у нас железо. находится. Ну, а все остальное уже по ситуации. Следующий вопрос. Forever Young вместо омеги можно? Forever Young, да, там он в основном является источником омега-6 жирных кислот. Вот. Но является очень хорошим средством у женщин с хроническими заболеваниями урогенитальной зоны. Особенно там, где есть нарушение авариально-менструального цикла. Вот. Женщинам с хроническими воспалительными заболеваниями шейки, матки, эндометриоза и так далее. Вот такая направленность. Хотя можно пить и другим людям, так как этот продукт обладает противовоспалительным действием, крово-жижающим действием отчасти. Поэтому он омолаживающим действием в конце концов. Это продукт как клеточный. А в постменопаузу можно? Вы знаете, в постменопаузу можно применять его, потому что яичники уже не функционируют. Но дело в том, что стимулирует вырубку эстрадиола нежелательно. Потому что повышенное качество эстрадиола у лиц старшего возраста может спровоцировать развитие опухолевых процессов. Поэтому лучше пить омега-3 и форты или просто витал плюс или просто нигенол или даже капсулы вебюти или масло граната, где содержится амега-3 жирные кислоты. Выбор довольно большой. Если нужен витамин В9 больше, чем его есть в препарате бодрость на весь день, что еще применять? У нас был хороший продукт ферафорты. Но, к сожалению, его сейчас нет. К сожалению, сейчас нет. Можно применять еще яблочный уксус, там содержится фалат. Хорошо. Что пить при гипотириозе? Что лучше пить? При гипотирозе, к сожалению, у нас специальных продуктов нет, потому что гипотироз требует заместительной гормональной терапии, но у меня в программе по количеству гипотироза включены продукты, которые влияют на жировой обмен, в частности, на печень, в частности, одним из заболеваний, показаний для назначения холина, атишока и расторопшей, является гипотироз, сахарный диабет. Вот рекомендуется, потому что у них развивается жировой гипотоз. Очень важно это. Ну и повышается масса тела, повышается уровень холестерина, вот для борьбы с атеросклерозом надо пить именно вот этот продукт у этих больных. Ну и рекомендуется препараты, которые влияют на щитовидную железу, это особенно эфирное масло лаванды, которое оптимизирует выработку гормон щитовидной железы. Понятно. Спрашивают, ведете ли вы уже консультации в офисе? Озвучите, пожалуйста, когда вы принимаете. Я принимаю во вторник с 15 до 18 часов и в среду с 10 до 14 часов. Спасибо. Спрашивают, есть ли программа при ожирении? Где ее можно посмотреть? У нас она называется не программа ожирения, а называется избыточная масса тела. То есть программа снижения массы тела. Она у меня есть в книжке «Окно мира здоровья». Еще вот что-то написали, коли богато антитил, но я не очень понимаю, как это перевести. Как долго можно принимать ВИВА-К2? Женщинам, которые находятся в менопаузе, рекомендуется принимать постоянно. С какого возраста? Для проживания остеопороза и перелом в костях. Постоянно, но что значит постоянно? Без перерыва вообще? Без перерыва вообще. Дело в том, что у большинства женщин в менопаузе, да и даже и в пременопаузе, у большинства женщин диагностируется по анализам недостаток витамина D3. А учитывая, что витамин К2, который присутствует в этом продукте, является еще средством профилактики атеросклероза, то рекомендуется назначать людям старшего возраста постоянно. Наши дозы таковы, что передозировки никогда не возникнет, а в плане профилактики играет очень большое значение. С какого возраста можно К2 и можно ли его в детском возрасте? Ну, я так понимаю, если есть показания. В детском возрасте его назначать не рекомендуют, потому что там рекомендуется назначение витамина D3 чистого, либо водного, либо жирового, или в масле. Еще опасность состоит в том, что избыточное потребление данных продуктов может приводить к раннего окрасивения зон роста. Поэтому дети будут приостанавливаться в росте, что тоже нежелательно. То есть у детей отношение к этому витамину более серьезное, чем у взрослых людей. Ну, видите, наш с вами эфир постепенно превращается в консультацию по разным-разным заболеваниям. Очень хорошо. яблочный уксус яблочный уксус плюс холин, артишок. Сколько можно принимать? Месячными курсами. Фито-40 можно пить по одной капсуле один раз в день или нужно по две капсулы в день? Доза недостаточная, потому что в каждой дозе содержится 12 где-то миллиграмм изоплавонов соли, а эффективная клиническая доза составляет где-то 36-38 миллиграмм. Поэтому оптимум это три капсулы в день. Значит, спрашивают, для амблиоз 4 года ребенку что употреблять? Вы знаете, во-первых, артишок и на фоне приема артишока обязательно пользоваться стерлянным кремом на область правого подреберья, чтобы не было застоя или дискомфорта в области правого подреберья. А то, что касается лямбли, то в основном лямблиоз поддается лечению маслом чайного дерева, но детям не назначат масло чайного дерева внутрь, к сожалению. Поэтому им назначаются медицинские препараты для этой цели. Хорошо. Что регулярно пить при сахарном диабете второго типа? Омега-3 обязательно, езаквартально, либо артишок, любую ультразащиту печени, либо холин, артишок расторопшу. Вот. Ну, и у людей с инсулинозависимым сахарным диабетом можно еще использовать масло эвкалипта. Что можно пить ребенку девяти лет при заболевании эпилепсии, я так понимаю, эпилепсии. Ну, да, эпилепсия, скорее всего. Эпилепсия. Да. Основное значение противосудорожные средства. В жизни у нас таких нет, противосудорожных средств, но так как у этих детей возникают проблемы с центральной нервной системой, то им рекомендуется назначать можжевеловый экстракт для разгрузки головного мозга, то есть как средство дегидратации. Ну, и можно, обязательно нужно использовать эфирные масла. Это лавандовое масло, которое, но после, безусловно, апробирования, то есть, чтобы оно не вызывало у них приступ эпилепсии, такое возможно, тоже. Вот. Эфирное масло лаванды стоит на первом месте как противосудорожное, успокаивающее, седативное средство. Вот как раз спрашивают, а как же принимать масло лаванды? Я так понимаю, что это новые слушатели? Масло лаванды только путем вдыхания, холодных ингаляций. Хорошо, спасибо. Значит, фибромиома, возраст у женщин 37 лет и 54 года. Что порекомендовать? то есть, две пациентки с разным возрастом. Фибромиома, если она больших размеров, она не поддается коррекции, сразу скажу. Вот. И требует наблюдения и оперативного вмешательства. Вот. А если это небольшие узлы, то надо пробовать использовать фитосорок, масло чайного дерева, вагинальные тампоны, в частности, можно применять негенол. У женщин можно использовать еще, к тому же, новый продукт относительно это масло гранат. Следующий вопрос. Могут ли продукты вивасан повлиять на правильное деление гомет? у мужчин, у женщин? Не написали. Если у женщин, то это фитосорок. А если у мужчин? А если у мужчин, это тоже фитосорок или собаль. Ага. Какие продукты вивасан могут профилактировать хромосомные патологии у плода? Никакие. К сожалению, никакие. Узлы на щитовидке. Масло граната. Как лучше? Масло граната? Лучше всего масло граната. Нехватка витамина В12. Какой препарат из вивасан можно подобрать? У нас много препаратов с витамином В12 сейчас. Все зависит от сопутствующих заболеваний. Если заболевания нету относительно здоровья, то здесь рекомендуется бодрость на везде назначать. Если заболевания вен, то рекомендуется конский каштан, капсулы. Если гипертония и инфорты. Если депрессивные или астенические состояния, то рекомендуется релакс-комплекс. То есть зависит от заболеваний. Везде витамин В да. Ясно. Хорошо. Про К2. А если кариес 6 лет? Вот так задали вопрос. Кариес 6 лет это дефект закладки зубной эмали, поэтому это требует консультации стоматолога. В каком продукте витамин Д3. Что порекомендуете? У нас Вива К2, у нас Бодрость на везде и у нас Черника Витал. Все содержат витамин Д3. Так. Дальше. Как долго можно принимать можжевеловый сироп для очистки крови? Месячным курсом желательно. При желудочной аритмии что посоветуете принимать? Проблема у мужчины. Я не понимаю, что такое желудочная аритмия. Такого диагноза не существует. Ну, вот так написали. Так, подскажите, трихолог прописал пить биосил и кобальт ДС при аллопеции. Что можно пропить в Ивасане? Ну, самое мощное у нас сейчас мегалин трикокс. Рекомендуется назначать в пиране ампул для волос меглиарин и пользоваться шампунем от выпадения волос меглиарин. Что предпочтительнее принимать для ЭГТ в период предмена паузы? Фито-40 или Форевер-Янг? Или поочередно? Лучше фито-40. Можно и то, и другое вместе принимать. Так, сейчас. При близорукости четыре года, я так понимаю, сколько нужно пить чернику? Или какой комплекс лучше? Ну, лучше, наверное, все-таки пить красную ягоду. Вот прямо сделайте акцент на эту красную ягоду, там лютеин, там столько полезного, так важно, а люди не понимают, ведь снимем из программы, а потом будут плакать, ходить. Специально разрабатывался продукт для того, чтобы повысить качество зрения и у детей, и у лиц среднего возраста, и у лиц старшего возраста. Поэтому лучше лютеина, пока природа ничего не придумала. Все препараты медикаментозные основаны на вот этих продуктах, на лютеине. Что принимать в распущенном варикозе? Я что-то не очень понимаю, есть такое понятие, как распущенный варикоз? Выраженный, может быть, конечно. Выраженный, скорее всего, да. Ну, здесь капсулы каштана с листьями красного винограда, здесь крем для вен, рекомендуется с обогащением лавандовым маслом, здесь можно дополнительно использовать гинкалин, только капсулы каштана и гинкалин, они должны разводиться, вместе их одновременно принимать нельзя, потому что там большая доза витаминов В12. Хорошо. Инсулинозависимость, сахарный диабет второго типа, но уже отвечали вы, но еще раз. Ну, во-первых, здесь нужно обязательно использовать инсулин, безусловно. Почему? Потому что все наши остальные средства, они как бы профилактируют осложнения. Это или артишок, или ультразащита, или холин. Вот. Это омега-3 жирные кислоты обязательно должны быть. Вот. Ну, и в редких случаях я назначаю эвкалиптовое масло, но только если больной умеет рассчитывать дозу инсулина сам. Ну, вот осталось у нас буквально две минутки, поэтому спрашивают так, почему чист трупа можжевельника сильный запор, даже если много пить воду. Не очень понимаю вопрос. Сейчас. Может, экстракт можжевельника может вызывать запоры, потому что она обладает мочегонным дегитационным действием. Отлично. Это индивидуальная реакция организма. Сколько можно пить красную ягоду 21 год человеку? по столовой ложке, по десертной ложке два раза в день в течение месяца. оптимальное назначение. Потом надо делать перерыв, на 2-4 недели повторять при необходимости. И последний вопрос. Можно ли принимать эфирное масло чайного дерева внутрь? Новые слушатели спрашивают. Если нет аллергической реакции, то есть если вы проводите тест на аллергии на чайное дерево, то противопоказаний при отсутствии реакции принимать масло чайное дерево внутрь можно. Компании Vivasan, друзья, это очень важно. Правильные масла. Больше никакие. Больше никакие. Потому что у нас композиционное масло очищенное и без побочных эффектов. По крайней мере за 20 лет наблюдения ни одного побочного эффекта на прием внутренний прием масло чайное дерево у нас не возникало. Николай Андреевич, вам огромное спасибо. Все писали и пишут огромную благодарность вам. Очень рады встрече с вами. До новых встреч с вами в следующей понеделе. Спасибо, друзья, за вопросы. Спасибо, всего доброго.